Вот уже пятый год подряд соревнования под Хэквондо проводятся в память тренера, мастера спорта России Юрия Горняна. Приехали команды из различных городов Краснодарского края, а также из Волгограда, из Крыма и Абхазии. По сути, это старт для молодых спортсменов. Более подготовленные представляют край и город за рубежом. У нас сейчас параллельно в Ливерпуле и Лондоне проходит чемпионат Европы. Наши ребята там выступают. Это соревнования традиционные для наших начинающих спортсменов. Чтобы они обкатались, начали, прошли. Много лет Сочи является центром корейского боевого искусства. Только в нашем городе им занимаются более тысячи подростков. Хэквондо становится популярным видом спорта и среди девушек. В протяжении трех лет, наверное, массовость выросла где-то раза в два. То есть это еще и благодарность федерации, которая культивирует, в принципе, данный вид спорта. Они открывают новые залы, они привлекают детей. На самом деле, да, даже маленькие девочки, им это интересно. Потому что, наверное, все-таки тайквондо – это же симбиоз вида спорта и еще философии. И, возможно, вот это каким-то образом привлекает детей и именно девушек, возможно, в этот вид спорта. Невероятные удары, махи ногами и первые публичные выступления при огромном количестве болельщиков. Но никто не теряется. Вот и крымчане каждый раз приезжают в Сочи за победой. На Крымском полуострове Хэквондо развивается с 89-го. Практически с того времени, когда в Советский Союз приехали инструктора международные из Кореи. Возраст участников открытого первенства города под Хэквондо ИТФ от 10 лет. Спортсмены чуть старше участвуют в Кубке Краснодарского края. Программа соревнований традиционная, как собственно и результаты. Сочинцы снова стали первыми в общекомандном зачете. Гелена Овсецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.